Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Я Михаилов Сергей Николаевич, Карачаевский, Северская Республика, работающий персионер. Тема к вам, как вы являетесь вверховным банокомандующим. Скажите, пожалуйста, уважаемый Владимир Владимирович, когда будет полностью выведен российский граничный континент вооруженных сил из Сирии? Спасибо. У нас не просто воинский континент в Сирийской Арабской Республике. Я вот что хочу сказать. Во-первых, применение наших вооруженных сил в боевых условиях – это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования наших вооруженных сил. никакие учения не идут в сравнение с применением вооруженных сил в боевых условиях. Да, мы знаем, что применение вооруженных сил в боевых условиях связано и с потерями. Мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, которые к нам не вернулись с сирийской земли. Но это была важная, благородная миссия, направленная на защиту интересов Российской Федерации и наших граждан. Напомню, что тысячи боевиков, выходцев из Российской Федерации, из стран Средней Азии, с которыми у нас нет контролируемых границ, скопились там на территории Сирии. И лучше было работать с ними, условно говоря, работать, и уничтожать их там, чем принимать их здесь с оружием в руках. Это первое. Второе. Наша работа способствовала, боевая работа способствовала стабилизации ситуации в самой Сирийской Республике. Сегодня сирийская армия, сирийское правительство контролирует территории, на которых проживает свыше 90% населения этой страны. Крупномасштабные боевые действия, особенно с применением российских вооружённых сил, они прекратились, в них даже нет никакой необходимости. На повестке дня урегулирование мирными средствами, над чем мы тоже работаем. Что касается пребывания наших военных, это не просто, повторяю, воинский контингент. Это два пункта базирования. Один в морском порту Тартус, второй авиационный на Ахмимиме. Он там находится в соответствии с договором с сирийским правительством на полных основаниях, предусмотренных международным правом. Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, близким очень от нас. И они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России и во исполнении наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений, но обращаю ваше внимание на то, что я не назвал эти пункты базирования по-другому, не назвал их базами. Мы там не строим долгосрочных сооружений, и при необходимости достаточно быстро, без всяких материальных потерь, можем вывести всех наших военнослужащих. Но пока они там нужны, они решают важные задачи, в том числе для обеспечения безопасности России в этом регионе, для обеспечения наших интересов в экономической сфере. Владимир Владимирович, а какие уроки сирийской кампании для наших вооруженных сил вы бы назвали самыми важными? Но это не уроки, это опыт, бесценный опыт, о котором я уже сказал, и применение вооруженных сил, и использование новейших систем вооружения. Хочу сразу же оговориться, когда говорю о новейших системах вооружения, это не полигон. Сирия – это не полигон для испытания российского оружия. Но всё-таки мы его там применяем, это новое оружие. Это привело к совершенствованию современных ударных, в том числе ракетных систем. Одно дело иметь их формально, а другое дело смотреть, как они работают в действительности, в боевых обстоятельствах. Ведь я уже говорил, хочу повторить, когда мы начали использовать это современное, в том числе ракетное оружие, в Сирийскую республику выехали целые бригады из наших предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые на месте доводили это вооружение. Чрезвычайно важно для нас, чтобы понять, на что мы можем рассчитывать, применяя в боевых условиях. Первое. Второе. Наши военные начальники, а мы провели через Сирию и через участие в этих боевых действиях значительное количество офицеров и генералов, они начали понимать, что такое современный вооруженный конфликт, насколько важна связь, разведка, взаимодействие между разнородными частями и соединениями, как важно обеспечить эффективную работу космической группировки, авиации, наземных сил, в том числе сил спецопераций. Вот это всё позволило нам сделать ещё один очень серьёзный шаг в совершенствовании наших вооружённых сил.